Печаль, ностальгию, горе, старость Ночь, тайну, мистику, затмение Предпочтение с фиолетового цвета означает стремление Ерунда какая-то очаровывает, ладно, чувственно предрасположенность Фиолетовый цвет – цвет познания истинной бытия, интуиции, бессознательной мудрости Цвет философов и поэтов Я хочу вам сегодня рассказать о моем в последнее время преобладающем цвете, фиолетовом Когда я читаю или от кого-то слышу, что он такой тяжелый, что так трудно, что называть депрессию, тоску То у меня скорее наоборот Когда депрессия или тоска, у меня, наверное, выход на фиолетовый цвет Это реакция на мои собственные депрессивные состояния Ну он, конечно, сложный, не секрет Что это не красный классический, это не золотой какой-то, не даже черный Энергоемкий с большим каким-то внутренним напряжением Сам по себе цвет, он ничто, и зовут его никак Он работает только с другим как бы цветом Сам по себе может быть противным и красный цвет, и фиолетовый, и желтый Желтый цвет, сумасшедший цвет у Ван Гога Сам по себе Даже в природе, между прочим, они часто вот эти ирисы, они фиолетовый с желтым То есть даже сама природа работает как художник Вот фиолетовый с желтым Дополнительные цвета Ну, конечно, это мы все подсматриваем природы Взаимодействия, они нейтрализуют два сумасшедших цвета И фиолетовый, и желтый А вот минус на минус Они дают мощный, как бы положительный плюс Для меня он живой Для меня он живой, и поэтому Мне с ним тепло, уютно Опять же, я в данном случае продолжаю свою мысль о том, что И цвет, и философию, и идеологию, и одежду Человек для себя выбирает ту, и поэт, и художника такого, который близок на его волну А философию и одежду он выбирает той, которой ему удобно Мне в этом цвете удобно, комфортно И поэтому, если кому-то с этим цветом тяжело, ну что я могу сказать На свете очень много цветов В природе, вообще везде мы сталкиваемся с большим количеством цветов Красным, синим, зеленым, черным, какими угодно, белым Но я люблю желтый Я использую желтый, нравится мне желтый С красным хорошо гармонирует Вот какие-то серые штуки появляются, тоже мне нравится Голубой, здорово С белыми какими-то вещами И обязательно, конечно, фиолетовый Обязательно здесь нужен фиолетовый, как противоположный цвет Я всегда использую в работах своих противоположные цвета Свет белый, да, ну так, как бы, так, теоретически Но вообще-то желтый, все желтый Если он освещает что-то, то все становится желтым И какие-то куски, не знаю, его, желтого этого В любом случае есть На любом, на черном даже Старые мастера говорили, когда писали, допустим, «Натуру» Или там какие-то натюрморты Они говорили, что в тенях играет золотая пыль И вот действительно, вот некоторые знакомые мои художники С лупой ходили, смотрели Там есть золотые такие проблески То есть вот этот желтый, он сияет, он сверкает везде Он в сочетании, может быть, с любым цветом Любой цвет То есть противоположный желтому, ну там по треугольнику этому цветовому Да, фиолетовый Ну так, в принципе, нормально Синий великолепен, там серый, любой, голубой, красный Вообще здорово просто С любыми цветами, с открытыми цветами, с яркими То он как бы и мудрить ничего не надо Просто их положил рядом, вот и все Мне кажется, все По-моему, закончил Гимн желтому Первооснова все-таки чувства, ощущения, которые в художнике А потом, как он их выразит, там, в элементарном черном квадрате Или там супер-пупер, каких-то там многофигурных композициях И я не знаю, там, конечно, да, любой ребенок, наверное, так нарисует Но ребенок, да, но дети великолепно рисуют Я очень люблю детские рисунки Но какой-нибудь там дяденька или тетенька Вот не уверен, что они так смогут Потому что надо просто полностью отдаться чувству Вот этому ощущению, этому воспоминанию И это воспоминание всегда вот так вот разнухло Господа, мне вот по воле судьбы достался зеленый цвет Чтобы я о нем рассказал всем вам Вот с большим, конечно, пристрастием Потому что я к этому цвету весьма пристрастен Когда ты переживаешь зеленую уже как свою собственную личную Зеленый с красным каким Как свою собственную личную вот жизненную там драму Или жизненную, ну, пространство свое Вот ты его вспоминаешь, это как бы продолжение твоей судьбы Тогда ты живописец Этому научить нельзя Потому что я не могу, скажем, сказать Слушай, ты вот, понимаешь, ты вот Попробуй вот сейчас напиши вот этот Вот этот серо-розовый, цвет этот болотно-зеленый Который вот стоит Попробуй напиши так, чтобы вот ты вспомнил Или вспомнила, ну, запах какой-нибудь там еды бабушкиной Какое-то, ну, что-то такое важное для тебя Или какие-то любимые встречи То есть уже дело не в цветах То есть через эти цвета попробуй проникнуть в свою собственную судьбу В свое содержание Есть такие очень мистические глубинные цвета Синий и такой яркий, откровенно дерзкий красный Да или оранжевый даже Вот они имеют вот какую-то максималистскую направленность Один в сторону синей мистики А другой в сторону такой бессмысленной даже иногда жестокой радости А зеленый, он посредине находится Он противоположен красному И он скорее цвет покоя Или даже, как я считал, это цвет обмана Ну, такого успокоения Немотивированного покоя, собственно говоря Это его природа, цвет Те, кто хотят возрадоваться сильно Им пользуются для того, чтобы потом жахнуть красным Вот, и возбудиться в полной мере Это, ну, вот, так сказать, такой густой Вот такой вот цвет окиси хрома Или вот как на этой драпировке Это цвет такого, можно даже сказать Такого, ну, вот, ностальгического переживания Или какого-нибудь, если без биографии Такого, какого-нибудь низкого обмана, по-моему А если он высветляется и становится таким нежно-зеленым Ближе к желтому Там такое ощущение радости Такой детской, наивной, сентиментальной То есть этот обман становится такой, как бы, в облако Фиолетовый, он, конечно, человек въедливый должен быть И такой извращенный Оранжевый, он просто, может быть, глупый, жестокий А вот этот такой хитрый, добрый обманщик Зеленый очень хорошо у Матисса бывает Вот зеленый с красным Помните, танец, да, там зеленый Причем это какой зеленый Это же страшная вещь Зеленый с красным Это вообще, казалось бы, просто дикое соотношение Плакат А он так научился Так хорошо его там растер, написал, намазал Рядом с красным С таким вот Ну, не Как будто бы оно само получилось Это вот настоящее соотношение двух этих цветов Такой могучий контраст состоялся И зеленый там наполнен содержанием И красный Но тут вот, собственно говоря, идет речь о гениальности Потому что любой человек захочет нарисовать зеленый с красным Получится дикое соотношение и больше ничего То есть мы прочитываем взаимоотношения, скажем, теплых, холодных, темных и светлых Как-то матовых и блестящих, вертикальных и горизонтальных Мы прочитываем в любом случае Вот, собственно говоря, можно рассматривать картину Матисса Где там просто действительно музыканты Да, и ничего больше Всего красный и синий, да Вот, или красный и зеленый А каждый сантиметр холста наполнен каким-то таким движением Что мы даже мало какого-то изобразительного материала Но мы его прочитываем Потому что мы прочитываем движение руки художника Есть три вида композиции Вот темное и светлое, да, и среднее Вот холодное и горячее А третье еще есть композиция жеста Когда художник вот на этом пространстве как бы танцует как балерина Вот эта вот рампа, ну это вот сцена И она не вылетает, а внутри рука вот так вот работает И вся в динамике находится И зритель тоже, ему кажется, что он сам рисует эту картину Но женщина, она одевает зеленую как раз для того, чтобы одеть рядом с ним красную шляпку Или еще что-то Женщина хочет все время быть цветком Она зеленая одевает только, чтобы подчеркнуть или свою красную физиономизм Закрашенную или какой-нибудь шарфик или рукавицы Или эти самые сапожки Краска и краска Можно забор покрасить, можно печку и крыльцо А для живописи это совершенно другое понятие красная краска Потому что, как известно, красный это символ И символ в России это символ красоты Помимо пионерских галстук это на самом деле красивая штука на шее Просто смысл идеологический еще прицепили Но красный цвет это один из самых поразительных, глубоких и божественных цветов Конечно, красный цвет он может и совсем по-разному звучать Смотря, что ты хочешь выразить Вот это очень важно Потому что машину пожарную можно покрасить красный цвет Но кроме сигнала тревоги или там светофор загорается красный Больше ничего нет И при виде красного у человека, как там эндорфины или как там работает в организме Он начинает оглядываться кругом, в чем дело Любой фон, серый, черный, желтый, зеленый Дает разные образы и разное звучание красного Почему в иконе есть красный и рядом зеленый всегда? Хотя тут смысл как? Красный это красота, а зеленый это жизнь Золото это бог, небо на фоне И есть цвета, которые рядом невозможно составить Они отвергают друг друга Или при смешении, скажем там, зеленый, радостный зеленый цвет Смешайте с красной, получится грязь В живописи Казалось бы, невероятно, но так есть И поэтому вот это рядом, конечно Красный может звучать рядом с зеленым, прекрасно Я встаю в 7 часов утра, еду И по пути у меня возникает какое-то шевеление в башке Я приезжаю сюда, снимаю пальто И вдруг мне кажется, что сегодня я должен заниматься красным цветом И когда я, особенно вот когда ноябрь, декабрь, январь Когда за окном такое говно сялое, дождь идет или снег Я крашу картину красной краской И мне вдруг все становится замечательным вокруг От красного цвета Даже и здесь, по-моему, это возникает Когда вот эта масса теплого жизнерадостного цвета Казалось бы, жизнерадостный-то голубой, белый-то, да, кто-то не давит А мне кажется, что в красном есть все смыслы замечательного свойства Я бы в клиниках, где красил красные стены иногда, вводил Чтобы придать вот это ощущение счастья И взрыва внутри эмоционального обязательно Потому что, когда нет эмоций, человек погибает Цвет времени, когда закрывается подземный магазин Цвет невыкупленных в ломбарде часов, подаренных в память об окончании университета Цвет ревности, разбивающуюся о кухонную мойку из нержавеющей стали Цвет первого утра после потери работы Цвет чернил, не ставшим нужным удостоверение личности Цвет последнего билета в кино, купленного самоубийцей Цвет анонимности, зимней спячки, смерти, как средство облегчения страданий Дары проеденной сильнейшей щелочью времени Классно, да? Синий цвет физиологически и психологически важен для человека Для восприятия всего этого мира Он очень важный цвет Он даже важнее, чем красный, например Потому что красный, он вертикальный цвет А синий цвет, он горизонтальный Понимаете, у него женское начало и чувство бесконечности Синий цвет это глубина Это глубина пространства Глубина моря Глубина неба Горизонта Вот, потому он горизонтальный Это прекрасное ничто Чем глубже синий цвет Вот он, видите, синий цвет Он глубже стремится к черному И тогда он становится совершенно бесконечный И ощущение тревоги и боли Какой-то к размышлению Вот этого ощущения у синего цвета есть Когда цвет синий, он более светлый Бирюзовый или светлый синий Он немножко становится более легкомысленный Такой, как бы сказать, развлекательный Такой, беспечный У синего оранжевый и ближе к желтому Вот, потому что желтый это как бы взгляд к Богу Желтый, потому что он излучающий Взгляд к Богу А синий это взгляд от Бога Пространство Никола де Сталь такой художник Который в Америке Родился в Петербурге У него синие цвета Рубель тот же Он же синий цвет Он такой, да? Мистический есть немножко Во всех у прерафаэлитов Везде Николай Ге там Гефсиманский сад Везде синий вечер Свет луны Ну, у Рубеля это самое, конечно Яростный такой цвет синий Джотто У Джотто синий цвет Это потрясающе Все эти фрески Синий цвет Я его еще полюбил Даже когда смотрел на Джотто Это у него пронзительный очень Все другие цвета Например, теплые Другие желтые Красные Фиолетовые Они как бы Цвета раздражающие И вызывающие А синий цвет Он успокаивает И требует Покоя И размышления И ощущения глубины Вот он важен очень В отношении С этими цветами Вкус у синего цвета Сладкий Ну, не знаю Может быть, от детства идет Он же яркий Вот И чем ярче Вот этот синий цвет Тем он Влечет тебя Красоты Невероятные Посуда Когда лучик солнца Падает на тарелку Синего цвета Или стакан Синего цвета Бутылка синего цвета Ваза синего цвета Как он его определил Оранжевым Видел-то он Как муха Вообще Только не называл Ничего То есть Как муха Кошка Просто поток Волн идет А что он Оранжевый Отличать Это же надо было договориться Всем людям Что это оранжевый А увидел Ну да Все съедобное Теплое Это теплая линейка цветов Начиная от солнца Кончая плодами И ярко раскрашенными рыбками Мы попробуем создать мир Через оранжевый цвет Потому что мир многообразен Можно идти от черного Можно от белого От красного От зеленого Мы пойдем сегодня От оранжевого Картинка наверное будет Посвящена Малевичу Он сказал про свой То есть он сделал Черный квадрат На белом И это Изобразил коллапс живописи А мы пойдем Другим путем Дальше Мы эту живопись Опять вернем Сделаем взрыв Цвета Цвета Это сигналы Оранжевый Это активный И в общем-то положительный сигнал Фиолетовый Пассивный И к угасанию стремится Черный Ну как Белый нечто Черный ничто То есть Диада Потом триада Красный Которым соответствует Зеленый Еще в тихарях Черный тогда Ничто Нет ничего Да будет свет Появился свет Там все сказано В той книжке Да будет свет Появился белый И появился конфликт Белого и черного Но это Как бы Это все вместе происходило Что Возникло пространство Белое и черное Это пространственные взаимоотношения И время Фактор времени Это красное То есть Движение Энергии Я Александр Королев Вот и все Что я знаю Про оранжевый Субтитры сделал DimaTorzok